ПЕСНЯ В натуре крестьянская мораль, она понятиями вполне, кстати, охватывается. Вот вы прислушаетесь, как звучат заповеди в камере. Не убей! Так предусмотрены мирные разборки. Не укради! Категорически нельзя у своих. Не лжесвидетельствуй! Ну тут и говорить нечего. Чти отца и матерь твою более чем. Взять хотя бы не забуду мать родную. Ты жива еще моя старушка и прочее. Не прелюбы сотвори! Не пожелай жены искреннего твоего. Та уже в тюрьме обеспечивается автоматически. Что осталось? Да не будут тебе бозийные рази меня. Не сотвори себе кумира всякого подобия. Не приемли имени Господа твоего в суе. Помни день субботний. Ну, этим первым четырем заповедям тюремный закон не противоречит. О том, как рождался образ Бабы Яги, Георгий Миляр рассказывал так. В Ялте я старушку увидел, кос посла на чайной горке. Старая пристарая гречанка, сгорбленная, нос крючком, недобрый взгляд, в руках крохотная палочка, чем не Баба Яга. Еще обильный материал мне дала соседка по коммуналке. Характер у нее был ужасный. Склочница! Ей надо было обязательно кого-нибудь поссорить. Впервые в образе Бабы Яги актер предстал в фильме-сказке «Василиса. Прекрасная. 1939 год». Изначально на роль Бабы Яги пробовались множество актрис, в том числе Фаина Раневская. Но Александр Роу не мог подобрать подходящий кандидатур и обратился за советом к Миляру. «Не женская эта роль. Вы мне скажите, какая актриса позволит себя сделать такой страшной на экране? А я все стерплю», – сказал актер. Образ получился настолько пугающий, что присутствующие на съемках дети при виде него разбегались. А вы знаете первичное значение Бабы Яга? Это про мать, родившая богов Яги, огня. Позже это была богиня, которая собирала сирот и допекала, добаюкивала их в печи первичного огня любви. И нам уже рассказали, что Баба Яга – это зло. Когда дева приходит к Бабе Яге и спрашивает, как ей найти суженного, Баба Яга не советует ей заиметь вечную упругую попу, губки уточкой и соблазнительную походку. Она отправляет ее обнаруживать свою агрессивность, оплакивать свою боль, искать свою дорогу и за бусиками, бирюзовыми. Потому что бусики – это красиво. Когда дева приходит к Бабе Яге и плачет о том, что все девы вокруг прекрасны, и лишь она одна ужасна, Баба Яга не дает ей таблетки от возраста, веса, носа с горбинкой и попы с целлюлитом. Она бормочет себе под нос, опять девка белины объелась, и дает ей понюхать настойку болотного багульника. От багульника сильно текут слезы и щиплет в носу, но зрение у девы заметно улучшается, и она может теперь видеть свою прекрасность. Куда утекают силы? Когда изможденная дева приходит к Бабе Яге и жалуется на то, что устала, совсем нет сил, а успеть нужно много, то Баба Яга не сказывает ей, как оптимизировать тайм-менеджмент, чтобы больше успевать, и не читает аффирмации от усталости. Она расплетает деве косы и ведет ее в натопленную баню. После бани укутывает в теплое одеяло, заваривает ароматный чай с лесной земляникой и расспрашивает деву о том, куда утекают ее силы. И дева обнаруживает, как много добра она стремится причинить людям, как несет она то, что должны нести другие, как старается сделать так, чтобы всем вокруг было хорошо, и какую цену она за это платит. Волшебный клубок Когда дева приходит к Бабе Яге и говорит, что заблудилась, Баба Яга не спешит давать ей клубочек заветный, что покажет дорогу верную. Она парит деву в бане и поит душистым чаем с чабрецом. Старуха знает, что баня очищает тело, а разговор – душу. Поэтому она велит деве – рассказывай. И знает старое, что сначала будут слова злые, желчные, потом жалобные, и только в самой глубине отыщутся слова нежные, заветные. Заплачет дева со слезами, Спадет с глаз пелена, а с души – морок. Теперь можно и волшебный клубочек деве отдавать. Самое время. Темное время. Когда дева приходит к Бабе Яге и плачет, что забралась к ней в сердце печаль темная и свернулась там змеей под колодную, старуха не предлагает ей нарядов ярких и песен разухабистых. Она разводит огонь в очаге, заваривает чай с брусникой и подмерное потрескивание дров спрашивает у девы про то, что давно умерла, но так и не похоронена, не оплакана. О том, что пришло время отпустить, но нет сил, рассказывает ей про темное время, когда дерево теряет свой последний лист, ничего не зная о весне, про время, когда внешняя жизнь замирает, про холод и пустоту внутри, про страх, что это навсегда, про веру в то, что весна обязательно случится, и новые листья вырастут там, где сброшены старые. И про бусики говорит бирюзовые, ведь бусики – это красиво. Битва при Калке была первой и интуитивно верной попыткой коалиции против нашествия. 790 лет назад Русь впервые встретилась с бедой, которая изломала и исказила нашу историю, даже национальный характер. Беду эту мы достойно встретить не сумели, когда она пришла на нашу землю, уже непосредственно за нами. Но 790 лет назад по наитию поступили правильно. Тогда русские князья вместе с половцами впервые сразились с монголами на реке Калка. Лев Гумилев, сторонник евразийства, бронил предков за то, что не договорились, обидели обидчивых завоевателей, были плохими дипломатами, зачем-то вступились за прежних врагов половцев и вообще не поняли своей судьбы. Надо было радоваться азиатскому, жребию Руси не считать иго, игом ожить себе и поживать под властью монгольской орды, объединившей Русь, и не тянуться на запад и не сравнивать. Эта теория возникла в долгие тюремные ночи в холодных и голодных камерах и бараках. Слишком долго Лев Гумилев просидел в сталинских тюрьмах и лагерях, чтобы сохранить нормальную систему координат. Он ведь даже свою мать Анну Ахматову упрекал в том, что она недостаточно присмыкалась перед Сталином, не писала стихов в его честь, чтобы освободить сына. Гумилев сын был неправ, его отец великий поэт Николай Гумилев пытался бороться с большевиками, был арестован по таганцевскому делу, отказался дать обещание не выступать против новой власти и героически пошел на расстрел, удивив даже чекистов. Поколение отца еще не научилось смирению, поколение сына смирилось. Так было с монголами, орда которых за 20-30 лет обучила Русь смирению и несвободе. А 790 лет назад половцы, уже почти прирученные, уже почти бывшие враги, некогда урвавшиеся к лок и убегавшие назад в степи, крестившиеся помаленьку, предложили союз против нового неведомого врага. 790 лет назад состоялось что-то вроде антигитлеровской коалиции. Разбить врага малой кровью на чужой территории не вышло. Монголы победили и раздавили досками пленных русских князей, усевшись на них во время пира. Степнякам нельзя было сдаваться ни в плен, ни вообще, эти завоеватели не уходили, а оккупировали и переваривали. Их посольство было лживым, это было не посольство, а спецоперация, разведка. Есть ли что взять? В тот год захватчики подняли главное. Русь богата, а ее военная элита способна сдаваться. Через 15-16 лет они вернулись, чтобы больше не уходить. Потому что, когда была побеждена Золотая Орда, возникла новая своя, московская, перенявшая ее правила и нравы, благодаря коллаборационизму московских князей Юрия и Ивана Даниловичей в 14 веке. Монголы научили Русь пыткам, казням, низкопоклонству перед царем. Со времени иго на Руси возникла дикая коррупция, подкуп хана, ханских слуг, ханских жен. Лесная Русь могла сопротивляться сколько угодно долго. Ведь был же Козельск, были Евпатий, Коловрат, отважные рязанские князья, святой Михаил Черниговский, святой Михаил и Александр Тверский, альтернатива доминированию Москвы. Все это были примеры сопротивления. Но Русь сдалась завоевателям, гимном которых была такая песня. Рубите, рубите, молодых и старых, взвелся над вселенной монгольский аркан. Повелел, повелел, как в искрах пожара краснобороды бич неба Батыр Чингисхан. Вперед, вперед, крепконогие кони, вашу тень обгоняет народов страх. Мы не сдержим, не сдержим быстрой погони, пока распаленных коней не омоем в последних, последнего моря волнах. Кто не защищается, погибает, так говорили сами монголы. Они знали в этом толк. Пересказы Красной Шапочки в стиле разных писателей. Эрих Мария Ремарк «Иди ко мне», — сказал волк. Красная Шапочка налила две рюмки коньяку и села к нему на кровати. Они вдыхали знакомый аромат коньяка. В этом коньяке была тоска и усталость, тоска и усталость гаснущих сумерек. Коньяк был самой жизнью. «Конечно», — сказала она, «нам не на что надеяться». «У меня нет будущего», — волк молчал. Он был с ней согласен. Чужие карбонарии, закушав водку килечкой, спешат в свои подполья налаживать борьбу. А я лежу в гербарии, к доске пришпилен шпилечкой и пальцами до боли я по дереву скребу. Корячусь я на гвоздики, но не меняю позы. Кругом жуки, навоздики и крупные стрекозы. По детству мне знакомые ловил я их, копал, давил, но в насекомые я сам теперь попал. Под всеми экспонатами эмалевые планочки все строго по-научному указан класс и вид. Я с этими ребятами лежал в стеклянной баночке. Дрались мы. Это к лучшему. Узнал, кто ядовит. Понятие квинтэссенция русского самосознания. Криминал, говорят, идет к власти. Тюремные порядки, пишут, усердно внедряются на воле. А уж по фене только ленивый не выучился. Депутаты так и вообще бегло ботают. Некоторые удивляются, как же это все получилось. А так, представьте себе десяти или даже пятнадцатимиллионную по разным оценкам армию людей с опытом СИЗО, ШИЗО, от карцеров, транзиток и пересылок. Что мы про них знаем? За кого, например, они голосуют на выборах? Что хотим знать? Да ничего не знаем. И ничего знать не хотим. От страха и лени. Вот бывший зэк, серьезный, кстати, исследователь, два красных диплома и шесть лет за плечами, Валерий Абрамкин. В прошлом диссидент, физ, химик, первое издание книжки «Как выжить в советской тюрьме» выпустил еще в 1992 году тиражом 60 тысяч. И оно стало библиографической редкостью. Необходимо переиздание, но не получается, невозможно найти спонсоров. Странно, такая тема, и вот вдруг стала неинтересной в России. Джек Лондон. Она была достойной дочерью своей расы. В ее жилах текла сильная кровь белых покорителей севера. Поэтому, и не моргнув глазом, она бросилась на волка, нанесла ему сокрушительный удар и сразу же подкрепила его одним классическим апперкотом. Волк в страхе бежал. Она смотрела его вслед, улыбаясь своей очаровательной женской улыбкой. Из азиатской степи накатывали на Русь волны завоевателей-кочевников. Русь была открыта всем ветрам, ни Альп, ни Пиреней, ни безопасности, ни гарантии. Волга считалась дальним зарубежьем, Дон – ближним. Русская земля кончалась за ближайшим от Чернигова холмом. У мирных хлебопашцев не было шанса выжить. Смешиваясь с пришельцами из дикого поля, переваривая их, славяне отучились думать о завтрашнем дне и стали заправскими анархистами. Так что, когда мирный студент, задержанный за мирный митинг протеста, заявляет, что он анархист, в нем говорит кровь. Традиция – дикого поля, беззаконная, непричесанная воля. Отсюда наши вечные стенки и емельки, отсюда русский бунт, бессмысленный и беспощадный, но вечно подмывающий государственный границ. Традиция эта нелегитимна. Она предполагает гражданские войны и смутные времена вместо права и закона. Она вырвалась из нас в 1918-м вместе с Нестором Махно, атаманшей Маруськой. Она бродит в наших жилах, как хмель, не давая забыться в стабильном холопстве. Лучше всего эту традицию понял Эдуард Багрицкий. Не прощайтесь, за туманом сгинуло былое, Только птичий крик тачанок, только поле злое, Только запивают сабли, только мчатся кони, Только плещется над миром черный рой вороний. Эй, весна, гремят копыта, ветер, 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 Все пропето, все пропито, никого на свете. А на северо-западе жили те, кто не мог добавить нам особенно много гражданского порядка, У самих-то не было. Законченные индивидуалисты, легкие на подъем, Скитальцы, труженики моря, Чьи одинокие гнезда над фьордами Исключали коллективизм, Несвободу и бездумное подчинение. Варяги, скандинавы, носители нашей будущей западнической традиции, Те, кто после станут датчанами, норвежцами, шведами. Их бонды, свободные крестьяне, воины и рыбаки, Избирали свою власть, кангунов и ярлов, А потом и королей, на тингах. Мы встретились с ними в Ладоге, И где-то в восьмом веке, И Новгород создавали на паях. Бесконечность дикого поля их не пугала, Они привыкли к бесконечности морей. Они дали Европе, особенно Британии, Прививку индивидуализма и жестокой свободы воинского стана, Который вечно с кем-то сражался. В Норвегии они уже в десятом веке имели многопартийную систему. Биркебейнеры, рибунги, баглеры, Что примерно соответствует американским демократам, Немецким социал-демократам и американским же республиканцам. Их пантеон предполагал вечное сражение в Волгале, Место небесного блаженства, равенства богов и героев, Конец света, победу зла, И все же необходимость сражаться со злом. Хоть и без надежды, Они считали недостойной смерть своей постели на соломе, Потому что в Волгалу пускали только погибших в бою с мечом в руках. Их дракары бороздили моря, И не только ради грабежа они были посланниками свободы. Скандинавия была бедна, И слишком мало было в ней мирного, оседлого элемента Для создания большого, жизнеспособного государства, И слишком мало пахотной земли. Викинги открыли Америку, но не населили ее. Британию они создавали в складчину с кельтами и саксами. Со славянами, подцепившими вирус дикого поля, Они сложились на Киевскую Русь. Каждый внес в общий котел то, что имел. Борис Аконин не так-то уж не прав. В наших лесах и степях морские бродяги сохранили Многие из своих старых привычек и сбор налогов в виде полюдья, Когда князья бывшие канонги, пожив зиму на постои у полян и древлян, Брали дань мехами и везли загонять их в царь-град на ладьях, Сильно напоминавших их морские набеги. Но варяги дали нам больше, чем взяли. Это скандинавская традиция и сегодня не дает смириться с нашим жалким жребием. Габриэль Гарсия Маркес Пройдет много лет, И волк, стоя у стены в ожидании расстрела, Вспомнит тот далекий вечер, Когда бабушка съела столько мышьяка с тортом, Сколько хватило бы, чтобы истребить уйму крыс. Но она, как ни в чем не бывало, Терзала рояль и пела до полуночи. Через две недели волк и красная шапочка Попытались взорвать шатер несносной старухи. Они с замиранием сердца смотрели, Как по шнуру к детонатору полз синий огонек. Они оба заткнули уши, но зря, Потому что не было никакого грохота. Когда красная шапочка осмелилась войти внутрь, В надежде обнаружить мертвую бабушку, Она увидела, что жизни в ней хотя добавляй. Старуха в изорванной клочьями рубахи И обгорелом парике носилась туда-сюда, Забивая огонь одеялом. Я представляю мысленно себя в большой постели, Но подо мной написано невиданной доселе. Я гомо был читающий и сапиенсом был, Мой класс млекопитающий, а вид уже забыл. В лицо мне дуло в спину ли, В бушлате или в робе я стремился, Кровью крашеной обратно к шалашу, И на тебе задвинули в наглядное пособие, Я злой и ошарашенный на стеночки вешу. Оформлен, как на выдане, стыжусь, как ученица, Жужжат шмели солидные, что надо подчиниться, А бабочки хихикают на странный экспонат, Личинки мерзко хмыкают, а куколки язвят. Ко мне с опаской движутся мои собратья прежние, Двуногие разумные, два пишут три в уме, Они пропишут ижицу, глаза у них ненежные, Один брезгли воткнул меня и вывел резюбе. С ним не были налажены контакты, и не ждем их. Вот почему он, граждане, лежит у насекомых, Мышлением въем не развито, с ним вечное ЧП, А здесь он может разве что вертеться на пупе. Берут они не круто ли, меня нашли не в поле, Ошибка эта глупая, увидится изъян, Накажут тех, кто спутали, заставят, что подкнопили, И попаду в подгруппу я, хотя бы обезьян. Первое знакомство с тюрьмой попросту убить, Может с ума свести, так оно тяжело. Но если вы сразу не умерли, не сошли с ума, То тогда есть смысл приступить к борьбе. Никакого расслабления, надо сосредоточиться И решительно взять первый рубеж. То есть взять казенное имущество, положенное зэку. Матрас, подушку, одеяло, полотенце, трусы, Майку, кальсоны и рубашку. Это все надо осмотреть с предельной внимательностью, Потому что от этих незначительных и чепуховок С вольной точки зрения вещей Будет долгое время зависеть уровень жизни зэка. А при убытии из тюрьмы, ну, например, в лагерь, Стоимость порченного имущества зэка вычтут. Ценность этого тряпья в тюрьме трудно переоценить. Лишившись его, зэк не только приведет в беспорядок свой гардероб. Представьте себе ощущение человека, обделенного трусами или полотенцем. И взять негде. Но и лишиться такой роскоши, как возможность пить чай. Ведь вскипятить воду в камере больше не на чем, Кроме как на обрывках одеяла или полотенца горят без дыма и запаха. Функцию чайника выполняет железная кружка, А огонь добывается трением либо от лампочки. Иногда тюремные власти все же допускают в камеру кипятильники, Но такого комфорта вам гарантировать никто не может. Харуки Мураками Когда я проснулся, красная шапочка еще спала. Я выкурил семь сигарет подряд И отправился на кухню, где начал готовить лапшу. Я готовлю лапшу всегда, очень тщательно. И не люблю, когда меня что-то отвлекает от этого процесса. По радио передавали Пинк Флойд. Когда я заправлял лапшу соусом, в дверь раздался звонок. Я подошел к двери. Заглянув по пути в комнату, Красная шапочка еще спала. Я полюбовался ее ушами. Одно ухо было подсвечено утренним солнцем. Я в жизни не видел таких ушей. Открыв дверь, я увидел волка. На память сразу пришла овца. Российская история циклична. С тех пор, как с легкой руки князя Хворостинина и Юрия Корижанича в царствование Алексея Михайловича на Руси завелись западники, они всегда проигрывали славянофилам, которые не имели никакого отношения к вольным славянам из Новгорода, Пскова и Киева. Хомяков и Кириевские на самом деле создали симбиоз из иллизационизма и империализма, в основании которых покоились недобрые, скудоумные и жестокие ордынская и византийская традиции. На этой бесплодной почве ничего не могло вырасти, кроме чертополохов самодержавия, православия и народности. Но западники снова поднимались в полный рост и лезли на рожон. Воздадим должное одному из самых знаменитых российских западников и либералов Александру Ивановичу Герцену, родившемуся 6 апреля 1812 года. Декабрийское восстание и впрямь разбудило юных Герцена и его друга Николая Гарева, которые в 1925 году на Воробьевых горах поклялись бороться за свободу. Герцен писал, что пять виселец стали для российских вольнодумцев пятью распятиями. Но Николая Палкина никогда не поймут, что в России насилие и запреты – это будильник, который лучше не заводить. Герцен не избежал ни университетского карцера в 1931 году, где они сидели вместе с Лермонтовым, ни ареста и ссылки в Пермь и в Вятку в 1934 году. В 1847 году он отправился в идейную эмиграцию в Европу, а в 1953-м создал вместе с Игаревым вольную русскую типографию в Лондоне, где могли печататься все, кого в России не пропускала цензура. Кроме стихов и прозы, в 1857 году Герцен начинает выпускать революционную газету «Колокол». Ее читали в Зимнем, и она стала одним из главных источников и вдохновителя Александра II Освободителя в деле великих реформ 60-х годов XIX века. Альманах «Полярная звезда» в память об издании Релеева с пятью профилями казненных декабристов на обложке выходил с 1855 по 1868. Герцен остался верен своей клятве. Его роман «Былое и Дума» 1868 по масштабу и устремлениям похоже на написанные век спустя мемуары «Люди, годы, жизнь» Ильи Эренбурга. Но Герцен, в отличие от Эренбурга, не гнул спину, не шею. В 1863 году поддержал польское восстание. В имперской России из трех тысяч подписчиков у «Колокола» после этого осталось только 500. Ильф и Петров В половине двенадцатого северо-запада со стороны деревни Чмаровки в Старгород вошла молодая особа лет двадцати восьми. За ней бежал беспризорный серый волк. «Тетя!» – весело кричал он. «Дай пирожок!» – девушка вынула из кармана. Налитое яблоко и подала его беспризорному. Но тот не отставал. Тогда девушка остановилась и иронически посмотрела на волка и воскликнула. «Может быть, дать тебе еще ключ от квартиры, где бабушка спит?» Зарвавшийся волк понял всю беспочвенность своих претензий и немедленно отстал. Но не ошибка. Акция свершилась надо мной. Чтоб начал присмыкаться я вниз пузом вверх спиной. Вот и лежу расхристанный, разыгранный в ничью. Намеренно причисленный к ползучему жучью. А может, все проверится и в скорости поправится. В конце-в концов видосточка. Неплахо говорят. Все слюбится да стерпится. Мне даже стала нравиться молоденькая осочка и кокон шелкопряд. А мне приятно с осами. От них не пахнет псиною. Среди них бывают осами и сталью осиною. Да, кстати, и из коконов родится что-нибудь. Такое, что из локонов и что имеет грудь. Червяк со мной не кланится. И оводы со слепнями питают отвращение к навозной голодьбе. Чванливые созданеца. Довольствуются сплетнями. А мне нужны общения с подобными себе. Пригорел сверчка дистрофика. Блоха сболтнула гнида. И глядь два тертых. Клопика из третьего подвида. Сверчок полузадушенный в полсилы сверестел. Но за покой нарушенный на два гвоздочка сел. В тюрьме особенно транзитной. Как и на воле, людей порой грабят. Особенно новичков. Поэтому в тех местах, где есть камера хранения, лучше воспользоваться ее услугами. Туда полезно отдать часть вещей. Но для этого необходимо иметь вторую сумку. Обе ваши сумки, если вы намерены ими пользоваться лично, должны быть предельно скромными. Не иметь молний и металлических деталей. Чем меньше багажа зэка, тем внимания он все меньше привлекает. Поначалу лишнее. Лучше просто раздать, не дожидаясь вызванных завистью конфликтов. Оставив при себе самое необходимое. Лишние вещи, еду при входе в камеру лучше положить на стол, объяснив. Это на общак. Ричард Бах «Я чайка», – сказал Волк. «Это иллюзия», – ответила Красная Шапочка. Под крылом «Сесны-152» с горизонтальным и четырехцилиндровым двигателем объемом 3,8 литров и мощностью 110. При 2550 оборотов в минуту проносились синие верхушки волшебного леса. Самолет приземлился у домика на опушке, сложенного из белого камня. «Ты видишь домик?» – спросила Красная Шапочка, хитро улыбнувшись. «Мы сами притягиваем в свою жизнь домики и бабушек», – вздохнул Волк. Что-то наша история за Пушкиным не успевает уж который век. Казалось бы, поэт все сказал о Пугачеве, но вот минуло 258 лет с тех трагических событий, и ни власть, ни автора учебников этого не переварили. Казаки были люди, гуляющие от Стеньки до Емельки, от Емельки до их наследника Махно и Камбедов. Но как бы они подняли крестьян, если бы те не были крепостными? Однодворцы, лично свободные, в бунте не участвовали. Зажиточные, грамотные фермеры, мечта Столыпина и Витая, ни за каким Пугачевым бы не пошли. Екатерина Великая хотела, но не посмела освободить крестьян. Ее основной электорат, дворяне, землевладельцы были против. А права Екатерина на престол не были бесспорны. Лишь ее правнук, Александр II, посмел освободить крестьян, но слишком поздно. Через 44 года, в 1905-м, Емелик еще остановили. Но позже, 12 лет спустя, и гремучая смесь Пугачевых и чисто любивых Швабриных взорвала страну. Россия опять не успела. Ни со средним классом, ни с ответственным перед Думой и правительством, ни с земельной реформой, ни с просвещением. У Пушкина ясный контекст. Пугачев крупная личность, иногда бывает великодушен. Но он не прав, потому что лжет. И лжет неумело насчет своего статуса императора. И потому, что он жесток. За что убивать всех дворян подряд, даже таких небогатых и безобидных, как родители Маши? Классовая ненависть. И какой же он тогда император? Поэтому прав Петруша Гринев, а Швабрин подлец. Наши учебники вплоть до нынешних делали из Пугачева народного героя. Из-за этого героя, кстати, и сел Радищев. Катерина со страху забыла прогласность. И не мудрено наследник Швабрина Ленин умело использовал мятежную олимпенскую стихию, чтобы добиться своих безумных идей. Так жили до 1991 года. Ленин в мавзолее Пугачев в учебниках как предшественник. И зря Емельян сравнивал себя с орлом, лучше бы сравнил с вампиром. Ведь тоже пьет свежую кровь. Впрочем, Пугачевский анекдот насчет спора орла и ворона неубедителен. В жизни все не так. За кровопийцами приходят труполюбы. И приходят надолго, может, на триста лет. А по полям жреет воронье, А по пятам война грохочет вслед. Это Акуджава. Виктор Мюго. Красная шапочка задрожала. Она была одна. Она была одна, как иголка в пустыне, Как песчинка среди звезд, Как гладиатор среди ядовитых змей, Как сам нам было в печке. Паук. На мозг мой зарится, Колопойки шат, нет роздуха. Невестой хороводится красивая оса. Пусть что-нибудь заварится, А там хоть на три гвоздика. А с трех гвоздей, как водится, Дорога в небеса. В мозгу моем нахмуренном страх Льется по морщинам. Мне станет шершень, шурином. А кто мне станет сыном? Я не желаю права же, Чтоб трутень был мне тесть. Пора уже, пора уже, Напрячься и воскресть. Не бойся других арестантов. Очень часто они гонят жуть. То есть запугивают. Но не более того. Также не бойся тюремщиков. Ничего страшного, В их карцерах нету. Убить, покалечить тебя, Сотрудники этих заведений сами боятся. Страшная ошибка, Которую допускают люди слабонервные, Неопытные, Попавшие в наркотическую зависимость От комфорта такова. Новички иногда норовятся Задержаться в прихожей. То есть, Они пытаются игнорировать Тюремную жизнь И жить воспоминаниями. Но это прямой путь К деградации Или вообще к печальному концу. Все-таки жизнь надо принимать Такой, какой она есть. Вам непременно об этом уже кто-то говорил. То есть в тюрьме Лучше сразу начать присматриваться К местным правилам И обживаться на новом месте. Патрик Зюскинд. Запах волка был омерзителен. Он пах, как пахнет Каморка дубильщика, В которой разлагались трупы. От его грязной серой шкуры Исходил невередаваемый запах Мертвичины. Сладко-горький, Вызывающий тошноту и омерзение. Сам волк не чувствовал этого. Он был полностью сосредоточен. Он любовался красной шапочкой. Она пахла Фиалкой на рассвете. Тем непередаваемым запахом, Который бывает у цветов Лишь за пару минут до рассвета, Когда еще бутон Не полностью раскрыт. Три изначальные традиции Славянская, Скандинавская И Дикого Поля Создали сильный, страстный И немного шальной характер. Лучше всего его описал блок. Объятый тоскою могучий Ярыщу на белом коне Встречаются вольные тучи В омглистой ночной тишине. Вздымаются светлые мысли В растерзанном сердце моем И падают светлые мысли, Сожженные темным огнем. Но принятие христианства Можно было не форсировать. В конце концов, Литва приняла его В 14 веке без ущерба Для вольности. У славян-варягов возникло Военное божество, Чисто мужское, Бог мужества и войны, Которому поклонялись в тайне. Это был Перун, Заведовавший заодно громом И молнией, Совсем как скандинавский тор С его молотом, Мьельниром. Но христианство сулило Соприкосновение с античностью, Сулило невиданные Для северных варваров знания. К тому же варяги, Военные специалисты, Возглавившие будущую Готическую Русь, Олег, Игорь, Святослав, Владимир, Выходили в люди, В христианский царь-град. Это были ближайшие соседи И партнеры. Русь сбывала им свои меха, Так что воевали Словении и варяги За право на участие В рынке за коммерцию. Кстати, тогда появился Термин русский, русич. Это тоже дар варягов. Прямой перевод Наконечник копья. Русский означало воин. Но царь-град не давал Ни своих багрянородных, Царевен, Вжоны, Ни торговых и льгот. Возможно также, Что византийцы хотели Смирить дух своих противников. Но русичи попались В эту ловушку. И уж, конечно, Не анекдот насчет ислама, А запрещавшего веселое Распитие напитков Лежало в основе Неверного, на наш взгляд, Исторического выбора. Принятие фаустианского Католического христианства С его конфронтационной Сущностью И с непременной Дифференциацией Светских и духовных властей Не всякий король, Кроме Филиппа, Четвертого французского И Генриха, Восьмого английского Рисковал связываться с папой. И вольным воздухом Античности Было бы очень полезно. Мы не стали бы Изолянтами, Пасынками Европы. Магическое христианство Православия Предполагает покорность Послушания высшим Смирения И стремления К монастырскому угладу. Пенглер Здесь совершенно прав. К тому же Византийская традиция Традиция абсолютного Приоритета Интересов государства Перед правами личности Традиция автократии Главенства Кесаря И самого жалкого Присмыкательства подданных Была гибельна для Руси. Она появилась Вполне в 14 веке. Но для земли Ожидавшей цунами Орды Она должна была Стать троянским конем. Пока что Ольга, ее свита Владимир и его дружина Забавлялись игрушками, Дивились мрамору По золоте Роскоши Царьградских церквей И золотым ризом Иерархов. Магическая Ипостась Созерцательного Смиренного Православия С самого начала Привела к трагедии. Чистые И праведные Княжичи Борис и Глеб Дали себя Зарезать Как телята Своему преступному Брату Святославу Окаянному. У смиренных Не было шансов Выжить Ни тогда, Ни сейчас. Эдгар По На пушке Старого Мрачного Обвитого В таинственно Жесткую Вуаль Леса, Над которым Носились Темные Облака Зловещих Испарений И будто Слышался Фатальный Звук Оков В мистическом Ужасе Жила Красная Шапочка. Когда В живых Настыкали Булавочками Колкими, Махали Пчелы Крыльями Пищали Муравьи, Мы вместе Горе Обмыкали, Мы проткнуты Иголками, Забудем же, Кем были мы, Товарищи мои. Заносчивый Немного я, Но в горле Горячкомом, Поймите, Я двуногая, Попала к Насекомым. Но кто Спасет нас, Выручит, Кто снимет Нас с доски. За мною Прочь Со шпилечек Товарищи жуки, И как всегда В истории Мы разом Спины выгнули, Хоть осы И гундосили, Но кто силен, Тот прав. Мы с нашей территории Клопов сначала Выгнули И паучишек Сбросили За старый Книжный шкаф. Скандал в мозгах Уляжется, Зато у нас Все дома И поживают, Кажется, Уже Не насекомо. А я Я тешусь Ванночкой Без всяких Там обид. Жаль, Над моею Планочкой Другой уже Прибит. Самое Некрасивое Проявление Зэковского Беспредела Пресс-хаты. Там собирают Шерстяных Зэков, Приговоренных Тюремным Миром К смерти Либо Опусканию. Они по заказу Администрации Мучат Зэков, Бьют и Насилуют, Чтобы выбить Нужные Показания. Или просто В наказание. Боятся они Только одного Перевода К правильным Арестантам, Что для них Равнозначно Смертной Казни. Единственная Рекомендация, Которую Хоть как-то Можно отнести К пресс-хате Касается Права Зэка На самоубийство. Не весело, Конечно, Но все же Это не веселые Картинки. Альберт Эйнштейн Не раз В моей жизни Я говорил, Что возможности Познания Безграничны И безгранично То, Что мы должны Узнать. Сейчас я думаю О том, Что у низости И жестокости Тоже нет Границ. Эльберт Редактор субтитров Игорь Субтитры создавал DimaTorzok